Я сбросила более 50 килограмм благодаря своему рациону и каждый день получаю от вас хорошие новости о десятках сброшенных килограмм. Это меня вдохновляет. Я записала для вас сегодня новый рацион на день. Сегодня рацион выходного дня, поэтому будет очень вкусный кекс без сахара на овсяной муке. А на обед приготовим куриные маффины с сулугуни. Делаются очень просто, а съедаются очень быстро. Мне понадобится 2 яйца. Я взобью все в блендере. Можно использовать миксер. Можно вручную смешать. 60 миллилитров молока. 60 грамм овсяной муки. 2 столовые ложки какао-порошка. С горочкой можно. 1 чайная ложка разрыхлителя. На всякий случай даже еще чуть-чуть. И половинка чайной ложечки ванилина. Но смотрите по интенсивности, насколько он там. Вот так вот хватит. Все. А, подождите, чуть не забыла. Сахарозаменитель. У меня жидкий милфорд. Я так наливаю его побольше и получается нормально. Можно брать таблеточки, можно простой сахар. Так. Очищаю 3 банана. Краешки я обрежу. Разрезаю бананы пополам, чтобы максимально ровно их разложить. Вот таким образом я уложила бананы. Третий банан у меня вошел только наполовину. И после этого я заливаю все тесто. Я вылила все тесто. Важно распределить его ровно, чтобы все бананы были закрыты хотя бы тонким слоем. И отправляю в микроволновку. Просто в режим микроволны. 600 ватт на 9 минут. Расплавим шоколад для декора. У меня здесь 2 кубика горького шоколада. Я кладу его в пакет. Спасибо одной моей подписчице, зрительнице. Она рассказала мне про этот способ в комментариях. И я им теперь все время пользуюсь. Это очень удобно. И ставлю под горячую воду. Готовим мягкую шоколадную глазурь для нашего кекса. Мне понадобится 1 столовая ложка крахмала. 1 столовая ложка какао. Перемешиваем какао и крахмал. Добавляю 200 мл молока. Добавлять буду частями, чтобы аккуратно все перемешать без комочков. Поставила на газ и жду, когда закипит. Если у вас останутся там небольшие хлопья, ничего страшного. Они разойдутся при нагревании. Достала кекс и поставила остывать. После закипания добавляем сахарозаменитель по вкусу, чтобы было сладенько. Можно попробовать. И варим буквально 1-2 минутки до консистенции мягкого шоколада. Готовый кекс я достала из формы и поставила его на блюдо. Он еще горячий. В силиконовой форме удобно делать. Он нигде у меня не прилип. Вот так вот он очень хорошо выглядит. Бананчик, видите, у меня местами проступил. Это может он выступить, может нет. Бывает по-разному. Выкладываем глазурь. Это вообще классический азиатский рецепт. Запеченные бананы, жареные бананы. Это очень вкусно. И не отказывайтесь от бананов. Это источник калия. А калий гонит соль, натрий из организма. Поэтому пара бананов в неделю это совершенно не вредно. Я достала шоколад из горячей воды. Теперь отрезаю кончик у пакета. И украшаю мой тортик сверху. Я нанесу вот такие линии. Калорийность готового кекса 189 калорий с учетом ужарки. Ну что ж, посмотрим, что у нас получилось. Ммм, выглядит очень аппетитно. Так, вот моя порция для субботнего завтрака. 188 грамм. Вот такие вот 4 кусочка. Сейчас попробуем. Ммм, это очень вкусно, друзья. Просто очень. Банан, шоколад. Друзья, такие сладости, это лучшее лекарство от срывов. Это лучшее лекарство от того, чтобы не есть вредные торты, а есть исключительно полезные вот такие вот наши ппшные вкусняшки. Это мой перекус. 220 грамм груши и 20 грамм грецких орехов. Две куриные грудки 600 грамм перемалываю в фарш. К фаршу мы добавляем немного черного перца, сухого чеснока. Мы его подсаливаем. И мы добавляем сюда 100 миллилитров молока. Полтора, два с половиной процента, какой у вас есть. Да можно и три, и два. Так, и все это хорошо перемешиваем. Два яйца подсаливаем. И взбиваем белочкой. Помидоры нарезаем кубиками. Немножко черного перца добавлю для аромата. Фарш в силиконовую форму. У меня получилось две формы по 6 маффинов. Плюс я порезала 90 грамм сыра сулугуни на 12 вот таких вот треугольничков. Можно использовать моцареллу или любой полутвердый сыр. На маффины я выкладываю помидор. Укладываю сыр. Ставлю в духовку на 180 градусов на 25 минут. Наши диетические куриные маффины готовы. Они получились очень красивые, очень ароматные. Но представьте себе, друзья, Маша растеряша, я забыла их полить яйцом. Вы помните, что я взболтала яйцо. Его нужно было вылить на помидорку. Но я достала маффины уже в конце и развела в каждую еще... В каждый маффин добавила немного яйца. Но вы не забудьте, пожалуйста, и полейте каждую помидорочку яйцом. Ну что, будем собирать мою порцию на обед. Калорийность с учетом ужарки 136 калорий на 100 грамм. Я поставила тарелочку, отняла тару. Сейчас у меня ноль на весах. Взвешиваю 100 грамм цельнозерновых макарон. Это вот столько, ровно 100 грамм. Так, теперь взвешиваем маффины. Давайте тоже поставлю ноль. Одна штучка 60 грамм. Ну, значит, мне нужно две штучки сюда. 115. Ну, вот так, два маффина. Подвинем их немножечко. И огурчик. Так, огурчик свежий у меня на 100, на 107 грамм. Огурчик никогда лишним не будет. Его можно хоть 200 грамм положить. 15-17 калорий у нас в огурце. И только польза. Итак, вот такая вот большая, красивая, вкусная порция. Сейчас все попробуем. Вкусно. Вы знаете, мясо получается нежное, сочное. А помидорки и сыр очень здорово его дополняют. Попробуйте обязательно. Блюдо и диетическое, и вкусное. Это мой перекус. У меня здесь морковка 100 грамм. У меня здесь 150 миллилитров йогурта греческого, 2,5% жирности. И я сюда добавляю крупную клетчатку. У меня сибирская. Вот мне, кстати, нравится вот с йогуртом именно крупная. Такой интересный у нее вкус получается. И я сюда еще добавлю семя льна. Вот одну чайную ложечку. Вот все это перемешаю и поем. Очень вкусно, мне нравится. И как раз хороший такой полдник. Вы знаете, я все время пользуюсь для своих блюд одной и той же тарелкой. Так уже к ним привыкла. Очень удобно по ним ориентироваться. Вот эта пиала 14 сантиметров. Сюда входит 300 миллилитров максимум. А эта тарелочка у меня 20 сантиметров. Это десертная тарелка. Сюда тоже очень хорошо помещается 300 грамм еды. Вот на ней распределяется. Вот так вот. Можно, кстати, макать как в соус. Вот мою морковку сюда. Мой ужин. Это краснокочанная тушеная капуста с яблоком и фасолью. И помидорка. 250 грамм капусты с фасолью и 50 грамм помидор. Рецептом я с вами делилась. За кадром остался один капучино, который я выпила между первым и вторым завтраком. Итого за день получилось 1496 калорий. Каждый день я выпиваю 2 литра воды, делая перерыв между едой и водой 30 минут. Я прошла 12 тысяч шагов. Желаю всем хорошего дня и отличных выходных!